Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К началу 1944 года блокада Ленинграда продолжается уже 845 дней Работали, боролись без еды, без воды, без тепла, без огня, без жилищ, под снарядами, под бомбами И мы победили. Мы победили и голод. Мы победили отсутствие воды. И вот все это вместе нас сплачет. Мы помогали друг другу. И может быть потому-то мы и выставили. Потому что у нас была настоящая дружба. Не мужская, не женская. Это была солдатская дружба. Солдат, которые воюют и живут. Идут из одного котелка. И вместе умирают. Четыре попытки снять блокаду Ленинграда закончились неудачей. Ситуация меняется. 14 января 1944 года советские войска начинают ленинградско-новгородскую наступательную операцию. Цель – разгромить группировки противника под Новгородом и Ленинградом. Деблокировать северную столицу. Близится час окончательной расплаты за все злодеяния, совершенные гитлеровцами на советской земле и в оккупированных странах Европы. У Красной Армии значительное преимущество в живой силе и технике. А у вермахта больше нет возможности перебрасывать к Ленинграду новые войска. Немцу форму сопротивляют. Пытаются хранить за собой опорные пункты и вывести свою технику. 20 января бойцы Волховского фронта освобождают Новгород, который на протяжении двух с половиной лет был оккупирован немцами. Несколько дней спустя, 21 января, Красная Армия освобождает МВУ и берет под контроль Октябрьскую железную дорогу, которая связывает город на Неве с Москвой. Усиливая нажим, наша пехота очищала немцев пункт за пунктом. Затем выбивает части вермахта из Пушкина, Павловска, Красногвардейска, Тоса. Говорит Ленинград, говорит Ленинград, 19 часов 59 минут, 27 января 1944 года. Вы включили наш микрофон в центре города, на Невском проспекте, за минуту до того, как Ленинград громом орудий будет салютовать победе своих героев. Блокада, которая продолжалась 872 дня, снята. Город с напряженным ожиданием. В эти секунды на Марском поле на берегу Невы вытянулись к небу жерла орудий, готовые к торжественному салюту. А на улицах и проспектах старит радостное оживление, которого не помнит военный Ленинград. Наступает торжественная минута, которую Ленинград никогда не забудет. Салют Ленинграда! Первый раз в истории войны праздничные залпы раздаются не в столице, а в освобожденном городе. И вот победа наступила. К этому подходили постепенно, как-то уже было на слуху, что вот-вот, вот-вот объявят победу. Ее объявили по радио, что было с людьми. Трудно описать, трудно. Я помню, как мы кричали. Во-первых, все убежали из домов, все убежали на улице. Прыгали, смеялись и плакали. Наступила другая жизнь, но плакали, потому что переживали потери, страшные потери, которые свежи, собственно говоря, которые легли, как блокады, как печать на наших сердцах. С начала января на Украине идут тяжелые бои за освобождение оккупированных территорий. В глубине своей обороны немцы сконцентрировали большие группы танков. Их поражали наши противотанковые орудия и бронебойщики. К середине месяца советским войскам удается освободить Новоград-Волынский, Бердичев, Кировоград. В честь и слава Красной Армии, очищающая от врага родную советскую землю. 27 января Красная Армия переходит в наступление в направлении Ровно, которое сильно осложняется ранней распутицей. Несмотря на бездорожье, на то, что отставал транспорт, советские войска безостановочно гнали противника. Солдатам приходится сражаться по колено в грязи. Но, несмотря на это, советские войска подбегаются вперед, вынуждая противника отступать. 2 февраля Красная Армия отбивает у противника Ровно Луцк. Войска 3-го Украинского фронта при содействии с фланга войск 4-го Украинского фронта штурмом обладили городом Никопаль. Сколько ваш отряд уничтожил мирных советских граждан? Украинцев, русских и так далее. Числа не припомню. Да только могу предсказать это в селе Дуплесках, уничтожил 6 людей. Мирное население уничтожали ваш отряд? Уничтожали. В ходе наступления наши войска освободили более 40 населенных пунктов. В феврале 1944 года советские войска занимают село Великое Лепетихо Херсонской области. В подвале одного из домов бойцы находят воспитанников Таганрогского детского дома. Немецкие изверги собрали и держали в подвале, морили голодом детей, потерявших родителей. При отступлении с Кубани немцы вывезли с собой детей. Малыши требовались им в качестве доноров крови для раненых солдат. Всю зиму они провели в неотапливаемом подземелье. И первые люди, которых дети увидели, поднявшись из подвальной тьмы, были люди в красноармейских шинелях. Несколько советских патриотов добровольно остались с ребятами, следили, ухаживали за ними и многих уберегли от смерти. Освобождая территорию Украины, советские солдаты находят свидетельство массовых зверств немецкой армии по отношению к мирным жителям. Отобрали 16 человек девушек, расстрелялись после чего, отобрали у матерей всех детей, разделили их до гола и покидали всех в речку. И на глазах у матерей умирали эти дети, ибо немцы не подпускали матерей, чтобы спасти своих детей. Стал приставать ко мне. Я схватила спящего ребенка, решила лучше умереть, чем отдаться в руки этому негодяю. Зверство гитлеровских молочков не имеет в себе равных во всей истории человечества. Даже самая буйная фантазия сумасшедшего не в состоянии придумать того, что сделано бандитскими руками гитлеровцев. За годы нацистской оккупации на Украине погибли от 8 до 10 миллионов человек. Четверть всего населения республики. 2,5 миллиона украинцев были угнаны на работы в Германию. Война в мире бушует уже почти 5 лет. Практически все мужское население Германии на фронте. Поэтому Рейху нужна свежая рабочая сила для своих предприятий. Ее нехватку восполняют за счет так называемых остербайтеров, которых насильно увозят из СССР на принудительные работы в Германию. Перед посадкой в вагоны последние формают. Кроме байка, каждому будет выдана бутылка водки. Предпочтение отдают молодым женщинам и подросткам. Остербайтеры прибывают в фильтрационные лагеря. Туда приезжают представители предприятий и отбирают работников под свои нужды. Добрый час. Фото в Германии было удачным. Остербайтеров называют белыми рабами. Прав у них не больше, чем у невольников. Они носят на одежде специальную нашивку ОСТ, живут в трудовых лагерях, работают без выходных. Перебойно выдается горячая пища и полагающийся в бою. Любое неповиновение и попытка побега чреваты жестоким наказанием, вплоть до расстрела на месте. Остербайтеры массово гибнут от недоедания, болезней и тяжелой работы. Но немцев это не тревожит. Ведь они всегда могут пригнать с оккупированных территорий новых рабов. Тысячи людей, мужчины, женщины, взрослые и юноши добровольно откликаются на трудовую мобилизацию. За годы войны на территорию Германии было принудительно вывезено около пяти миллионов граждан СССР. Нас поместили в вагоны, закрыли двери и повезли на запад. Мы уже поняли, что нас везут по Германии, в город Зоезд. Около этого города находился временный пересыльный лагерь «Невольничий рынок». Однажды один из покупателей подошел к нашей группе, нас 18 человек, махнул рукой и всех нас забрал. Не разделил. Я попал в лагерь на текстильной фабрике «Блехе». Когда мне исполнилось, мне было 11 лет. Под властью Германии и ее союзников находится практически вся Европа. Оккупированные страны немцы используют как источники ресурсов. Промышленные предприятия на этих территориях работают исключительно на нужды Рейха. Продукты местным жителям выдают по карточкам. В отличие от СССР, в оккупированной Европе не устраивают массовых казней и не угоняют население на принудительные работы. Исключение составляют евреи. Их массово отправляют в лагеря смерти. Сотни тысяч неарийцев отправлялись в концы лагеря в газовые камеры. На территории оккупированных стран возникает движение сопротивления. Наиболее активным оно становится во Франции. Немцы открыли на участников сопротивления настоящую охоту. За диверсии французских партизан они корали мирных жителей. За пять лет боевых действий войскам Гитлера так и не удается оккупировать Великобританию. В покорении Туманного Альбиона фюрер делает ставку на авиацию. Немецкие летчики должны добиться превосходства в небе над Соединенным Королевством, разрушить промышленность и инфраструктуру, сломить дух местных жителей. Лондон и другие крупные английские города подвергаются постоянным бомбардировкам. В Великой Отечественной войне авиация становится главной ударной силой как на суше, так и на море. Один из самых прославленных советских асов Александр Покрышкин. В 1944 году за подвиги в воздушных боях он был в третий раз удостоен звания Героя Советского Союза и стал первым в истории обладателем сразу трех высших наград СССР. Покрышкин начал войну лейтенантом. Кончил ее командиром авиационной дивизии. Когда немецкие пилоты замечали в небе самолет Покрышкина, то незамедлительно сообщали об этом в эфире. Даже асы Люфтваффе отказывались открывать на него охоту. Слишком велика была вероятность самому превратиться в добычу. Президент Рузвельт назвал Покрышкина лучшим летчиком-истребителем-союзником. Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, избил 59 вражеских самолетов. Но в действительности побед на его счету может быть значительно больше. Часть уничтоженных немецких машин он намеренно записывал на своих ведомых летчиков. К началу весны первоочередной задачей Красной Армии по-прежнему остается освобождение Украины. Советским войскам удается освободить всю Хмельницкую область, части Винницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ровненской областей. Жизнь здесь еще не скоро войдет в мирную колею. Война еще долго будет напоминать о себе. Каждым пройденным километром приближается день окончательного освобождения нашей советской Украины. Красная Армия продолжает наступление и подходит к границе с Румынией. Говорит Москва, сегодня 26 марта войска 2-го украинского фронта форсировали реку Днестр и, раздевая наступление, вышли на нашу государственную границу. Мы вошли в состав 24-й артиллерийской дивизии. Нашу всю дивизию перебросили на 4-й украинский фронт. И в первом же бою я попал непосредственно под прямую наводку артиллерийцев немцев. Руководство командования бригадой, к сожалению, в этом бою погибло. Меня спасло то, что мы были около дома, и мне командир бригады сказал, зайди-ка в этот дом, посмотри, не можем мы там разместить штаб нашей бригады. Я сделал буквально пару шагов, входя в дом, когда по этому дому немцы выстрелили прямой наводкой, двумя снарядами. 9 апреля советские войска начинают штурм крупнейшего черноморского порта – Одессы. Последние часы передражения. Скоро грянет бой. Горячий, смертельный бой. Расплата с ненавистым врагом за родную землю. За годы оккупации гитлеровцы создали в городе хорошо укрепленные оборонительные рубежи. Но советским войскам удается прорвать оборону противника. Начинаются ожесточенные бои. Укрепления врага были разгромлены. Войска Третьего Украинского фронта сегодня, 10 апреля, обладели важным хозяйственно-политическим центром страны и первогласным фортом на Черном море – Одесса! К середине апреля большая часть территории Украины освобождена. Но немцы все еще удерживают западные районы республики и Карпаты. И вы, наверное, слышали, когда поднимается в атаку рота полк и кричит «Ура!» Почему «Ура!» кричит? Не всю атаку, а только начальный период. Это потому, чтобы каждый идущий в атаку чувствовал о том, что он не один, что справа-слева от него люди. И вот этот три «Ура!» объединяет этих людей, чтобы подавить этот страх. А когда идешь уже в атаку, никакого страха нет. Несмотря на успехи Красной Армии на Украине, значительная часть СССР по-прежнему под оккупацией. 8 апреля начинается Крымская наступательная операция. Крымская операция и освобождение Одессы стали последним звеном в общей цепи наступления советской армии весной 1944 года на юго-западном стратегическом направлении. Для Сталина важно вернуть главную базу Черноморского флота – Севастополь. Крымский полуостров превратился в огромную ловушку для фашистских захватчиков, которую наши бойцы образно называли «прицеловкой». Красная Армия наступает сразу по двум направлениям. С севера – от Перекопа и Севаша. С востока – от Керченского полуострова, чтобы нанести одновременный удар в направлении на Симферополь и Севастополь. Расчленить и уничтожить группировку вермахта и не допустить ее эвакуации из Крыма. Будь к полуострову с севера преграждала система болотистых озер. Севаш – гнилой море. Илистое, вязкое дно. Благодаря успешным действиям Красной Армии немецкая группировка в Крыму попадает в блокаду. Полгода гитлеровцы сидели в крымском котле. Полгода готовились к обороне. Борьба за освобождение Крыма проходила в исключительно тяжелых условиях. Гитлеровцы возвели мощные оборонительные сооружения. Весной 1944 года развернулось решающее сражение. Советские войска сломили сопротивление фашистов и устремились вглубь полуострова. Спустя всего пять дней после начала наступления советские войска освобождают Симферополь, Евпаторию, Феодосию. Кончились страшные дни фашистского рабства. Привет и слава вам, доблестные освободители Крымской земли. Через несколько дней – Судак, Бахчисарай, Ялту, Алуш. День и ночь, без отдыха и остановки, двигались по дорогам Крыма наши подвижные механизированные отряды, преследуя врага. 16 апреля советские войска выходят на подступы к Севастополю. Если Крым был ключом к Черному морю, то ключом к Севастополю была Сапун-гора. Но взять город сходу не удается. Начинается подготовка к штурму. Мужество и упорство, оперативность и маневренность, ясность понимания задачи и точность ее выполнения. В этой операции ярко проявились морали и качества советского воина, его высокое боевое мастерство. Фашисты понимали, что исход предрешен. Теперь они пытались лишь выиграть время, чтобы эвакуировать войска. Но пути отступления им преграждали Черноморский флот и авиация. Вермахту, чтобы овладеть Севастополем, потребовалось почти 250 дней. Красная армия освобождает город за 32 дня. 9 мая 1944 года войска 4-го Украинского фронта овладели крепостью и важнейшей военно-морской базой на Черном море городом Севастополь! Ну, это было, конечно, страшно смотреть на горы, был весь разрушен. И началась моя служба на флоте троллением морских мин. Мы сферу очистили Керченский пролив, Азовское море и выход Анапу-Феодосию. А потом оказалось, что в Таманском заливе немцы поставили магнитные мины, донные магнитные мины. 21 раз надо было пройти над этим местом, чтобы эта мина сработала. Она могла сработать на пятый проход над ней, на десятый. Насколько они установили датчик этот, насколько проходили. Вот такая. И вот мы выходили тралить вот эти магнитные мины. Это вообще была очень тяжелая, трудная работа. И настал день, когда мы должны вмешаться. Мы должны дать солдат, вооруженных танками и самолетами. Мы должны открыть второй фронт. Успешные действия Красной Армии в Крыму и на Украине начинают всерьез беспокоить союзников – Великобританию и США. Черчилль и Рузвельт не приветствуют продвижение советских солдат в глубь Европы, чтобы не допустить рост популярности коммунистических идей. Июнь 44-го. Наконец-то все было готово к открытию второго фронта в Европе. 6 июня англо-американские экспедиционные войска начинают операцию «Оуверлор», форсируют пролив Ла-Манш и высаживаются на побережье Нормандии, тем самым открывая второй фронт в Европе. Так началась крупнейшая операция наземных, военно-воздушных и морских сил западных держав. Высадка союзников становится самой крупной операцией десанта за всю историю воин. Сталин направил союзникам поздравления. Переправа через Ла-Манш писал он – выдающиеся события. Ни Наполеон, ни Гитлер не смогли осуществить их. Высадка союзников в Европе позволяет оттянуть часть сил вермахта с Восточного фронта и создать благоприятные условия для летнего наступления Красной Атмии. Началось освобождение Западной Европы. Союзники постепенно продвигаются вглубь континента и освобождают Францию. Войска вермахта вынуждены отступать. Войска вермахта вынуждены отступать в Гитлера. перебросить часть войск в Европу. Советское командование, воспользовавшись моментом, начинает операцию «Багратион» по освобождению Белоруссии. Операция «Багратион» готовилась с исключительной тщательностью. По фронту протяженностью почти в 700 километров советское командование сосредоточило крупные силы. К лету 1944 года на линии фронта образовывается так называемый «Белорусский балкон». огромный выступ площадью 250 тысяч километров. Для СССР срезать этот выступ и освободить Белоруссию – задача первостепенной важности. Это дало бы возможность для дальнейшего продвижения Красной Армии на Запад. Советская Армия готовила небывалое по своему размаху и значению наступление. Крупнейшее в летней кампании 1944 года. Силы Красной Армии на начало операции «Багратион» насчитывают 1 миллион 700 тысяч солдат, почти 6 тысяч танков и 7 тысяч самолетов. Силы вермахта на начало операции – почти 600 тысяч солдат, 600 танков и 600 самолетов. Используя местность, враг возводил на пути наступающих промежуточные рубежи обороны, создавал систему лесных укреплений, опоясанных колючей проволокой, густо минировал подсказку. 23 июня советские войска начиная от наступления на Витебск. С фронта на немецкие позиции обрушился всеуничтожающий огневой шквал. Одновременно били 36 тысяч орудий, минометов «Гатюш». Для Гитлера это становится неприятным сюрпризом. Он ожидал, что Красная Армия и дальше продолжит наступать на Украине, поэтому основные силы вермахта сосредоточены там. Угроза полного разгрома заставила гитлеровское командование перебросить в Белоруссию войска из Нормандии. Все, что они могли наскрести. Советские войска быстро продвигаются вперед. 26 июня был освобожден Витебск. Фашисты взорвали тут все общественные здания, уничтожили все, что только успели. Спустя еще несколько дней освобождены Орша, Могилев, Бобруйск. Бойцы Красной Армии подходят к Минску. Они освобождали город за городом. И никто иной, как Уинстон Черчилль, заявил тогда, что русские выпотрошили германскую армию. На подступы к городу завязываются жестокие бои. Под ударами советских войск немецкие оборонительные рубежи рухнули буквально за одну ночью. 3 июля в Минск врываются советские части. Начинаются уличные бои. Целый день в городе не стихали бои. Лишь к вечеру столица Белоруссии была отищена от врага. Войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта в результате глубокого обходного маневра сегодня, 3 июля, штурмом овладели столицей советской Белоруссии городом Минск. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам! От городов крупнейших Минска, Борисова и других ничего не осталось. Все было разрушено, сожжено. И когда мы получили задание гнать врага, настолько были довольны, что мы даже заготовили вымпелы. Такие маленькие знамена, вымпелы, чтобы бросить их после того, как выполним задание по разгрому врага. И когда задание было выполнено, когда фотосъемки сделаны по разгрому подступов к городу, и мы получили благодарность земли наших войск, мы выбросили вымпел из наших боевых самолетов. На этом вымпеле было написано «Поздравляем с освобождением! Желаем скорейшего восстановления города!» Командир Долина Мария, Герой Советского Союза. За подвиги при освобождении Белоруссии 1687 человек были удостоены звания Герой Советского Союза. Среди них двое школьников. В рядах партизан было немало детей. Советские люди, не покорившиеся врагу, ни на день не прекращали борьбу с немецкими захватчиками. Юные подпольщики собирали сведения о враге, участвовали в диверсиях. Были верными помощниками и неутомимыми проводниками партизан. Все они боевыми делами помогали освобождению родной Белоруссии. Официально в советских войсках числились 3,5 тысячи так называемых детей полка. Но в действительности их было гораздо больше. Леня Широков. Ему не раз доверяли передать в штаб важные донесения. Красная армия не только спасала детей от смерти, она учила их стойкости, мужеству, чувству долга. Сыновьями и дочерями полка обычно становились сироты, которые лишались родителей во время войны. Или юные добровольцы, сбежавшие на фронт. Дети служили разведчиками, танкистами, пулеметчиками, санитарами и даже летчиками. После освобождения Минска начинается второй этап операции «Багратион». Цель – освободить оставшуюся территорию Белоруссии, а также Литву и Латвию. Советская армия шла все дальше и дальше на запад. Врага выбивали из последних укрытий. При Балтику удерживает немецкая группа армий «Север». 5 июля советские войска переходят наступление. В числе первых на родную землю пришли бойцы латышеского и эстонского корпусов, воины литовской дивизии. В течение месяца Красная армия освобождает Шауляй, Вильнюс и Каунас. Сегодня, 13 июля, в результате бездневных боев уничтожили гарнизон немцев, окруженный в городе Вильнюс, и освободили столицу Литовской Советской Республики от пошивки захватчиков. Тем временем в Белоруссии советские войска пересекают государственную границу СССР и входят в Польшу. Красная армия очищает от гитлеровцев Белосток и Люблин. Освобожденный Люблин встречала советских солдат и свою польскую армию. Освобождает концентрационный лагерь майданок. Лагерь, который изначально создавался как трудовой, вскоре был превращен в фабрику смерти, где уничтожали евреев и советских военнопленных. Зал заседаний Люблинского суда. На скамье подсудимых гнусные палачи. Отальд. Шолен. Тернес. Герстенмайер. Фогель. Эти гитлеровцы были непосредственными участниками-исполнителями чудовищных владеянин и майданок. Все пять подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Возле рвов, в которых были зарыто тысячи замученных людей, возле газовых камер и печей крематориев, в которых гитлеровцы душили и сжигали свои жертвы, здесь приводится в исполнение приговор суда, приговор народа. И когда я вышла из лагеря, в девять лет, когда нас освободили, у меня было почти что полголовы, уже начинали сидеть волосом. Одна правая сторона, половиночка уже начинали сидеть волосы. Очень было страшно, переживали мы очень. Плакали, но плакать нам не разрешали. Зачем ты плачешь? Не плачь, нельзя плакать. Сегодня, 17 июля 1944 года, солдатам Гитлера предоставлена возможность побывать в Москве. Успехи Красной Армии в ходе операции «Багратион» оказываются настолько грандиозными, что союзники СССР сомневаются в их правдивости. Тогда, по приказу Сталина, 17 июля 1944 года, в Москве проводят парад побежденных. 19 немецких генералов. Сегодня они промаршируют впереди своих плененных войск. 20 тысяч москвичей, военные штатские, женщины, старики, дети собрались посмотреть на тех, кто шел по ходам на Москву. У каждого свой счет с немцами. Быть может, здесь пройдет летчик, бомбивший Москву в 1941 году, или убийца твоего сына, или палач, терзавший где-нибудь на Украине твоих родных. Вот так, отмыть, очистить землю от всей гитлеровской нечисти, чтобы следа ее не осталось. Законным удовлетворением расходились москвичи к своим обычным занятиям, к военному труду, расходились с полной верой в окончательную нашу победу. Да, я видела, как прогнали всю эту колонну немцев. Это было неповторимо. Это было такое ликование. Но все они уже шли с понурыми лицами, головы вниз. Никто не мог поднять голову голову на наш мавзолей, на нашу родину, когда они еще до начала смотрели в свой бинокль и говорили, вот, Москва, Москва, скоро будем там. И вдруг вот теперь, после такой ожесточенной борьбы, они стоят поверженные и бросают эти свои знамена, рыста, бросают около мавзолея. Войска 1-го Украинского фронта сегодня 27 июля после двухдневных боев штурмом овладели важным хозяйственно-политическим центром и областным городом Украины Львов. Авиация союзников бомбит немецкие города. В августе после авианалетов центр города Кёнигсберга выгорает дотла. Под крыльями боевых самолетов Германия. Теперь ее города непрерывно бомбит советская авиация и авиация союзников. Война пришла туда, где она зародилась. Если в начале войны, во время победного марша нацистов по Европе, большая часть мирного населения Германии не сомневалась в победе Рейха, то к середине 1944-го немцы понимают, война проиграна. В армии зреет недовольство политикой Третьего Рейха и неумелыми действиями Гитлера. 20 июля 1944 года заговорщики из числа немецких офицеров организовывают покушение на Гитлера и пытаются устроить государственный переворот. Гитлер отделывается царапинами, а заговорщиков приговаривают к смерти. К августу 1944 года сложилась благоприятная обстановка для наступления на Балканском направлении. Здесь, у берегов разлившихся после летних дождей рек, начиналась знаменитая Яско-Кишиневская операция. У советской армии здесь было явный превосход и в силах, и в технике. Миллион двести пятьдесят тысяч солдат и офицеров, тысяча восемьсот танков. 24 августа советские войска окружают немцев на подступах к Кишиневу. Войска сегодня, 24 августа, штурмом овладели столицей Молдавской ССР городом Кишинев. В результате успешного окружения главных сил противника темп нашего наступления стал еще более стремительным. Наступая на юг по обоим берегам Дуная, Красная армия отрезает войскам противника пути отхода к столице Румынии. После Сталинграда, Корсунь-Шевченковского, после Витебского, Бобруйского, Минского котлов, немцы снова попали в большое окружение. В это же время в Бухаресте вспыхивает восстание против правительства нацистов. Вспыхнуло восстание, душой которого стало коммунистической партией Румынии. В дни народного восстания молодой король Михай арестовал диктатора Антонеску и объявил войну Германии. Румыния выходит из войны и 24 августа объявляет войну Германии. Это уже второй союзник, который теряет Третий рейх. Годом раньше из войны вышла Италия. Позже перемирие с СССР подпишет и Финляндия. Войска разгромили группировку немецких войск в районе Плоэшти и южнее Плоэшти. И сегодня, 31 августа, вступили в город Бухарец, ликвидировав тем самым немецкую угрозу северо-столицы Румынии. 8 сентября советские солдаты без единого выстрела переходят к границу Болгарии. СССР и болгарские фашисты на этой многострадальной земле варили чудовищные злодеяния. Жители страны встречают их хлебом и солью. Газета болгарских патриотов Отечественный фронт писала в Тепли. Путь Красной Армии вглубь страны и к ее столице устлым светает. Вы знаете, это сейчас говорят так, но как принимали армию-освободительницу, это же документальные фильмы, это не подделаешь как художественный фильм или другую передачу. Это было вообще такой энтузиазм. Они ведь почувствовали варварство одним немцем и встречались с такими цветами. Вы знаете, танки, транспорт не мог проходить, цветы бросали. Цветы бросали. От радости кидались на танки. От радости хотели проехать победителями. Осенью 1944 года, когда советские войска вышли к границам Югославии, в Москве была достигнута договоренность о совместных действиях советских вооруженных сил и югославской армии в борьбе против общего врага. 28 сентября советские войска начинают белградскую операцию. Большая часть Балканского полуострова по-прежнему оккупирована вермахтом. Им противостоят отряды местных партизан, но для разгрома немецкой армии их сил недостаточно. Коммунистическая партия Югославии под руководством Иосифа Бростита объединила партизанские отряды в народно-освободительную армию. Коммунисты собрали под своими знаменами значительную военную силу, но разбить партизан фашистам не удалось. В истории антифашистского сопротивления немало героических страниц. Но этот партизанский рейд по обледенелым горным перевалам Югославии, запечатленный советскими операторами, беспримерен. 14 октября отряды Народно-освободительной армии Югославии и части советской армии завязали бои на краинах Белграда. Враг отчаянно сопротивлялся, но к 20 октября были подавлены последние очаги сопротивления гитлеровцам. Войска Третьего Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев освободили столицу союзной нам Югославии от немецких закладчиков. Успехи Красной армии на Балканах всерьез беспокоят Великобританию. 9 октября в столицу СССР прилетает премьер-министр Соединенного Королевства Уинстон Черчилль. Сталин и Черчилль и Рузвель отдавали себе полный отчет каким государством стал Советский Союз. Черчилль всей душой ненавидит коммунизм и его визит в Москву доказывает насколько важным для него является Балканский вопрос. В те дни советская армия вела мощные наступления на советско-германском фронте а англо-американские войска с запада походили к берегам рейха. Судьба гитлеровского рейха была притрешена. За закрытыми дверями Сталин и Черчилль договариваются о разделе сфер влияния на Балканском полуострове. Румыния и Болгария переходят под контроль Москвы, Греция, Лондон, Венгрию и Югославию Советский Союз и Великобритания делят пополам. К нам неожиданно сел американская летающая крепость. Семь человек экипаж, они нам показывали платки разные такие, шелковые, на которые были Сталин, Рузвельт и Черчилль времен Тегеранской конференции. Снимки у них были такие вот платки. Они прожили у нас неделю. Их очень удивила та кормежка у нас была там шикарнейшая батареонно-аэротронного служивания. Смеялись, что захватил много свиней, коров и так далее. Короче говоря, им очень понравилось наше питание. И вообще запомнились, как веселые, интересные ребята разговаривали. Все предлагали обмениваться оружием, но нас это не положено. на севере Европы Красная Армия продолжает освобождать Прибалтийские города от немецких захватчиков. Советские войска занимают Таллин и очищают от нацистов фактически всю Эстонию. Прибалтика. Она прикрывала кратчайшие пути к жизненным центрам Восточной Пруссии. И потому бои здесь носили крайне ожесточенный характер. Через некоторое время освобождение приходит и в столицу Латвии. Войска 3-го Прибалтийского фронта при прямом содействии войск 2-го Прибалтийского фронта развивая успешные наступления сегодня 13 октября штурмом овладели столицей советской Латвии городом Рига важной военно-морской базой и мощным узлом обороны немцев Прибалтики. Единственной частью СССР оккупированный немцами остается территория Заполярье. В октябре Красная Армия начинает пет саму киркенес операцию. 14 октября 1944 года был нанесен решающий удар из суши и с моря. Практически одновременно с наступлением пехоты, которая должна нанести противнику главный удар, на берег высаживается десант и атакует немецкую группировку с тыла. Еще недавно гитлеровцы редко сдавались в плен. Теперь их считали тысячами. 22 октября советские войска выходят на границу Норвегии. В городе шли отчаянные бои. 25 октября Красная армия освобождает портовый город Киркенес, главную базу немецкого флота в Заполярье. После четырех лет фашистского ига норвежцы встречали советских воинов с распростертыми объятиями. Войска Карельского фронта завершили полное освобождение Печенской Бетсамской области от немецких захватчиков. Четвертый раз встречает наша страна годовщину советской революции в обстановке Одесской войны против немецко-фашистских войск. Если два предыдущих года войны были годами наступления немецких войск, а третий год войны был годом коренного перелома, то четвертый год войны оказался годом решающих побед советских армий и армии наших союзников над немецкими войскам. В итоге истекший год завершился изгнанием немецких войск из предела Советского Союза Франции, Бельгии, Средней Италии и перенесением военных действий на территорию Германии. Поздравляю товарищей с праздником 27-й года сына Октября за нашу знамя побед над Берлином. До конца войны остается 129 дней. Сбоем взяли мы орел город весь прошли и последней улицы название прочли а название такое правослово боевое Сбоем взяли город Брянск город весь прошли и последней улицы название прочли а название такое правослово боевое Минская улица по городу идет Минская улица на запад нас ведет значит нам туда дорога значит нам туда дорога Сбоем взяли город Брянск город весь прошли и последней улицы название прочли а название такое правослово боевое Варшавская улица по городу идет Варшавская улица на запад нас ведет значит нам туда дорогу значит нам туда дорога дорога на берет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова